Новые технологии вместо людей. Таковы условия реформирования здравоохранения в Украине. Некоторые лечебные учреждения и вовсе ликвидируют. В нашу редакцию обратились сотрудники Веселянской областной противотуберкулезной больницы. Люди обеспокоены возможным закрытием медучреждения. Так быть или не быть больницы узнавала Галина Знаменская. Областная противотуберкулезная больница в селе Веселянка рассчитана на стационарное лечение 60 пациентов. Ежегодно на содержание этого медучреждения из бюджета Запорожского областного совета выделяется 7 миллионов гривен. Обслуживающего персонала 60 человек. В этом году тут провели две проверки, в результате которых были выявлены нарушения санитарного режима. Сейчас стоит вопрос о временной приостановке работы больницы или же о ее ликвидации. Их же никто не закрывает завтра. То есть людям дают возможность за это время, то есть их даже еще не предупреждают о том, что они закрыты. Им просто говорят перспективный план. Людям дают возможность за это время найти себе работу по их образованию, по их возможностям и по необходимости. Но работники больницы с тревогой говорят о возможном закрытии уже в ближайшие дни. Приказа нет у нас на простой или ликвидацию. А больных уже выписки готовы у нас. Уже завтра 5 человек на Бердянск, а еще уже делают выписки на Мелитополь. 10 человек. И у нас не будет больных, нас закроют. Если нас закрывают, пускай закрывают тогда сразу, выплачивают нам компенсацию, выплачивают, чтобы мы стали нормально на биржу по сокращению. Если нас подвесят в этом непонятном состоянии, нам будут платить маленькую, очень маленькую зарплату. Мы будем ходить как и не устроиться, мы не можем найти даже себе работу. Всех пациентов, а их осталось 35, в ближайшие дни переведут в три работающих в нашем регионе противотуберкулезных диспансера. Но многие из них не хотят менять место своего лечения. Некоторым просто негде жить. Нам здесь нравится все питание, все нормально, отношения медперсонала к нам хорошие. Что мы должны менять от тех врачей? Мы не знаем, как с ними общаться, как они нас будут там дальше лечить. Заместитель председателя Запорожского областного совета Владислав Марченко, комментируя ситуацию, ссылается на 49-ю статью Конституции Украины, в которой говорится «У государственных и коммунальных учреждений здравоохранения медицинская помощь предоставляется бесплатно. Существующая сеть таких учреждений не может быть сокращена». Именно этой статьей будут руководствоваться депутаты при рассмотрении проблемы с Веселянской областной противотуберкулезной больницей. «Чем департамент руководствуется тем, что есть отраслевой приказ, где сокращение койко-мест. Сокращение койко-мест совершенно не означает сокращение лечебного учреждения. Это очень важно на самом деле. Этот вопрос мы рассматривали на медицинской комиссии и пришли к такому заключению, что не сокращая это учреждение, мы его присоединяем к областному противотуберкулезному диспансеру. Таким образом мы и сохраняем данное учреждение, но просто в статусе другого юрлица». Однако пока документы, которые помогут определить дальнейшую судьбу противотуберкулезной больницы в селе Веселянка, в облсовет не поступали. Галина Знаменская, Игорь Бахиркин, ТВ5. «Жизнь через ощущения». 3 декабря – Международный день людей, которые утратили трудоспособность. В Запорожье функционируют шесть отделений социально-бытовой адаптации, в которых можно научиться вокалу, рисованию и даже восточным танцам. Посещают такие центры 900 пенсионеров и людей с инвалидностью. В преддверии праздника в отделении социальной помощи по Вознесеновскому району прошел праздничный концерт. Больше расскажут наши журналисты. Ольга Мовчан посещает отделение социальной помощи уже около двух лет. Пенсионерка – инвалид второй группы. 15 лет назад пережила обширный инфаркт. Надо же работать, деньги зарабатывать. Не думала о здоровье. Ну и меня бахнул обширный инфаркт. В больницу. Три месяца отвалялась по больнице. Ну и дали ни вторую, ни рабочую группу. Психологические тренинги, компьютерная грамотность, пение, рисование, восточные танцы, аэробика и даже университет третьего возраста. В центре уделяют внимание комплексному развитию более чем 160 подопечных. Ольга Мовчан приходит сюда несколько раз в неделю. Тут у нее уже много друзей и хороших знакомых. Вы знаете, это такая отдушина для меня, что вы себе представить можете. Даже если бы я жила и далеко, я бы все равно сюда бежала. Потому что здесь пообщаешься с людьми, приходишь, пообнимался. Все тебя рады видеть. Ты их рад видеть, понимаете? Радость в жизни. Гордостью отделения является коллектив, который исполняет восточные танцы. Яркие наряды, украшения и постановки. В честь праздника гостям показали свой коронный номер. Представитель городской власти отмечают, незащищенным слоям населения уделяется особое внимание. Существенно увеличены выплаты адресной социальной помощи. В отделениях адаптации обновляют материально-техническую базу. Недавно тут сделали ремонт, заменили окна и приобрели мебель. Мы планируем развивать данные направления, выделять средства. Но, как вы увидели с сегодняшнего концерта, что людям в том числе нужна, конечно же, моральная поддержка. Поэтому люди объединяются под стенами нашего территориального центра, проводят свой досуг, находят друзей. Конечно же, люди не должны находиться в одиночестве дома. Юлия Пасько, Игорь Бахиркин, ТВ5 Проектный менеджмент, финансирование, взаимодействие с властью, коммуникация и многое другое. В Запорожье состоялся тренинг о финансовых возможностях для социальных проектов. Организаторами стали руководители одной из гражданской организаций Киева. О том, как создать свой социальный проект и где взять деньги на его развитие, знает теперь и Юлия Пасько. Всех этих людей объединил тренинг о финансовых возможностях для социальных проектов. Инициаторами лекции стали руководители гражданской организации Дывовыжни. В Запорожье такая встреча проходит уже не впервые. Мы много ездили по городам, мы делали много презентаций, тренингов. В основном это тренинги, просто мы делимся своим опытом. И в Запорожье сегодня это не первый раз, когда мы приезжаем. На первой лекции рассказали о том, что такое гранты и международное донорство. Также организаторы поделились и своим опытом составления бюджета для собственного проекта. Мы хотели бы просто рассказать про то, какие есть возможности. Часто люди хотят какие-то свои идеи реализовать, но им не хватает вот этого мотивации, не хватает понимания того, что возможности на самом деле есть. Проектный менеджмент, про взаимодействие с местной администрацией, про коммуникации, например. Про то, как разработать свою идею, как найти идею своей мечты для своего проекта. Анна Уварова приехала на тренинги с Киева. У девушки свой благотворительный магазин. Слушателям она будет читать лекцию о социальном предпринимательстве. Вообще Украине это нужно, вне зависимости от того, какой это город большой, маленький или даже деревня. Потому что это активизирует людей, делает их более самостоятельными и ответственными за то, что происходит в городе, в их дворе, в их подъезде. И помогает каким-то образом влиять на то, что происходит в городе. Слушатели приезжали со всей Запорожской области. У многих даже есть свои собственные проекты. Однако находятся они на стадии развития. Основной проблемой является поиск донора, который помог бы с финансированием. У нас мотивация есть. У нас проект уже начался. И раз мы уже сказали «А», то надо говорить «Б». Поэтому это логический шаг для того, чтобы найти грантодавцев или доноров. По проектному менеджменту, я так понимаю, будет какая-то информация. В этом есть некие пробелы у нас в команде. Мы хотели просто их заполнить и получить информацию. В дальнейшем организаторы также планируют посетить с подобными лекциями Северодонецк, Мариуполь, Днепр и Киев. Певица, актриса, телеведущая, дизайнер, поэтесса и уже режиссер. Экс-солистка группы «Виагра» Надежда Мехер презентовала свой первый музыкальный спектакль под названием «История одной любви». С ним актриса отправляется во всеукраинский тур, который включает «Семь градов». Подробнее расскажет Мария Маракелян. Утро с ТВ-5 и Надежда Мехер, экс-солистка группы «Виагра» сегодня стала гостьей утренней программы. Зрители могли не только задать вопросы в прямом эфире, но и получили возможность в скором времени увидеть артистку на запорожской сцене. Спектакль «История одной любви» — это философский взгляд женщины на счастье, одиночество и страхи. Идея его создания появилась у Надежды Мехер благодаря гармоничному сплетению ее увлечений, поэзии, романцев и аргентинского танго. 11 декабря город Запорожье и его жители увидят музыкальный спектакль «История Деуна Мор», «История одной любви», который состоит из стихов, песен многим известных и на испанском языке, на русском, украинском и из аргентинского танго, где тоже будет звучать всем родная и известная музыка. Тем не менее, пусть аргентинская, но, я думаю, все наслышаны и слышали, что такое либертанго, обливиан. Вместе с Надеждой Мехер историю одной любви расскажут танцоры из Аргентины и артисты-виртуоз оркестра «Киевтанго Проджект». Шоу уже показали в столице, впереди еще шесть городов. За порожьем у артистки свои ассоциации. Мы ходили в ресторан украинской кухни, он такой достаточно тематический, весь, ну вот, как наши, опять, хаты-мазанки, вот такой этнический. И мы даже сфотографировались на фоне этого ресторана, потому что было интересно, действительно. Мы были на Хортице, мы катались на лошадях, но это было давно уже. Мы, по-моему, несколько раз были в Запорожье, и я так вот собираю эти истории, которые с нами случались. Напомним, историю одной любви жители Запорожья смогут увидеть 11 декабря во Дворце культуры Днепроспецсталь. Начало в 19.00. Мария Маркелян, Сергей Чалый, ТВ5. Конкурс красоты среди особенных детей. Участницы, воспитанницы городских школ, интернатов и других спецучреждений. По словам организаторов, праздник обещает быть по-новогоднему волшебным, и подарков хватит на всех. На генеральной репетиции гармонии красоты побывал Станислав Печорин. Дарина и Лилия – воспитанницы школы-интерната Джерело. Девочки участвуют в конкурсе в разных возрастных категориях. Чтобы попасть на гармонию красоты, прошли кастинг. Отбор проводили в нескольких учреждениях. На кастинге я думала, что меня не выберут, но я пела песню, и меня выбрали. Это было очень радостно. Меня все поздравляли. За три месяца подготовки к конкурсу красоты участницы успели многому научиться. Я буду танцевать восточный танец с крыльями под новогоднюю песню, на новогоднюю тематику. Еще у нас мы проходили подготовки дефиле. Мы делали платье своими руками. Мне помогали мои кураторы. За каждой школой закреплен волонтер. Девочек из Джерела готовил концерт у Дмитрий. Парень присоединился к волонтерской группе три года назад. Как раз тогда и состоялась первая гармония красоты. После успеха мероприятия было решено проводить конкурс ежегодно. На этом конкурсе девчонки из запорожских спецучреждений, школ, интернатов, приютов показывают свои таланты, на что они способны. Дефиле, творческие номера, поют, читают стихи, выступают с танцевальными номерами. Много с девчонками приходилось работать, потому что нервов своих они не скрывают. Один из важных этапов конкурса – дефиле. Чтобы научить девочек этому искусству, волонтеры пригласили постановщика из модельного агентства. За несколько репетиций участницы пришли к успеху. Мы учили основу дефиле, то есть фиксации классические, саму проходку. Ну, дошли до репетиции. В принципе, они неплохо схватывают, все у них хорошо получается. Мы все сдружились, и они друг другу помогают, никакой конкуренции нет. Ведущими на мероприятии будут известны по проекту «Орел и Решка» Леся Никитюк. И ведущий новостей на ТВ-5 – Игорь Белышев. Кроме того, организаторы обещают много других сюрпризов. Наши запорожские артисты приготовили специальные номера, интересные дуэты. Даже некоторых вы увидите впервые на сцене в образе артистов. Поэтому мы готовим очень много сюрпризов. Мы всех ждем 3 декабря в 13.00 в концертном зале имени Глинки. Станислав Печурин, Эдгар Копытов, ТВ-5. Простую провинциалку Наташу в большой город привела мечта. Достигнет ли она своей цели, узнаете в новом сериале «Поцелуй» на телеканале ТВ-5. Смотрите в премьеру сразу после выпуска новостей. Это была последняя информация в выпуске. Напоминаю, о новостях Запорожья и области вы всегда можете узнать на нашем сайте. А мы с вами увидимся уже в 17.00. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова